Новое видео выходит каждый день в 20.00. Я уж и не помню, записывал я подобный ролик или нет. Скорее всего, про какой-то один из вот этих вот всех журналов. Однако, я считаю, что про них нужно говорить прям максимально много. Нужно прям не то, чтобы много про них говорить, а прямо вот кричать о том, что вот эти вот, блядь, GTA Sam-журналы это полное говно. Как вы знаете, у меня со многими GTA Sam-журналами достаточно плохие отношения, и я тщательно выбираю то, что мне читать, ну, практически ежедневно. Допустим, тот же Самбулок я читаю, ну, чуть ли не каждый день по несколько раз. И я никак не могу допустить, чтобы у меня в новостной ленте, допустим, был какой-нибудь там, я не знаю, Самп Ютуб или твой ютубер, блядь, блогер, кто там, я уж и не помню. Вот, и именно поэтому, ну, происходит вот именно вот такое вот всё действо. И вот вы знаете, я просто, у меня с каждым из вот этих вот всех журналов связано очень много разнообразных историй. Давайте вернёмся назад во времени и вспомним такой журнал, как Твой Ютубер, он тогда ещё назывался. И вы знаете, Ангел Касада тогда вот ещё около, наверное, уже года назад выпускал ролики про Луняшу. И вот этот вот самый твой, так сказать, блогер, твой ютубер, блядь, называйте как хотите, он запостил вот этот вот видеоролик Ангела Касада и спросил, кто же в данной ситуации прав? Ангел Касада или Луняша? Разумеется, большинство проголосовало за Ангела Касада. А вот какие-то, я не знаю, ютуберы там и прочие люди проголосовали за Луняшу там, ну, какие-то, в общем, дебилы. Одним словом, малолетняя, сука, дебилы проголосовали за Луняшу. И увидев всё это, Луняша сказала, «Хм, слушай, вот, так сказать, владельцу твоего вот этого там ютубера, блогера, да и многого другого». Она такая, типа, сказала, «Слушай, а вот ты можешь удалить, пожалуйста?» И он, чтобы вы понимали, без лишних слов удалил. И тогда я понял, нет, ну в пизду. Нет, реально, вот просто вот в пизду вот эту вот всю хуйню, потому что по-другому, ну я просто, я не, нет, в пизду, всё, удаляю, блядь. Раз Луняша сказала, у нас же, так сказать, объективная, неподкупная, лицензированная СМИ, мы, в принципе, по желанию какой-то малолетней пизды будем удалять вот эти вот все видеоролики, вот эти вот все опросы. И да, пост в самом деле удалился. И, блядь, ну, и никто из них этого даже не скрывал. То есть, не твой блогер, твой ютубер, да и все прочие люди, никто этого не скрывал. Как и Луняша не скрывала, она так и сказала, да, я попросила удалить, потому что, ну, мне было нелицеприятно вот это вот всё видеть, и вот всю вот эту вот прочую штуку, вот что вот эти вот там голосования, где я не права, мол, ангел Касада прав. И выход из ситуации с Луняшей был простой. Ну, достаточно удалить канал. Всё, это было бы абсолютно-таки достаточно, и всё. Но, однако, она не захотела, да и, в общем-то, хуй с ней. У меня вот сразу возникла эдакая претензия к твоему вот этому блогеру, твоему ютуберу, и я сразу понял, что вот этому вот СМИ доверять нельзя, если просто одна какая-то, блядь, жирная хуепутала на женщине может удалить посты. Пост. Вот пост просто, который ей не понравился, он может сказать, удалите, пожалуйста. И всё, и данный пост просто с лёгкостью удалят. И мне абсолютно непонятно, блядь, как это так делается, почему вот такая вот вся хуйня происходит. И именно так у меня было знакомство вот как раз-таки с твоим блогером, с твоим ютубером, и всё. Я сразу понял, что это какое-то полнейшее гавло. Но потом, потом, когда у них просто вот начали выходить какие-то посты по типу, от Делорензи отписалось там два человека, там, я не знаю, на какого-нибудь Брулёва подписалось десять человек, это охуительная статистика, давайте поддержим. Или там у того-то ютубера день рождения, давайте поздравим его. И, в общем-то, в этом суть вот тех двух журналов, которые я сегодня буду называть в своих видеороликах. Обычно я бы их в роликах не назвал. Не потому, что я боюсь какой-то огласки с моей стороны. Безусловно, оглашайте меня, блядь. Трубите изо всех труп, что вот это вот пидорас, вот это вот хуесос, который пытается на нас захайпить, которым просто вот навешали лапши на уши, мол, там посты никакие не удалялись. Митин вот этот вот паблик не вырвал, переименовывая его под свой вот под этот вот сам пьютуб. И то есть, ладно. И вы знаете, твой блогер, это был хотя бы какой-то новаторский журнал, который впервые начал публиковать вот эти вот все данные, вот эти вот все статистику, все от ютуберов, там поздравили каких-то ютуберов с днем рождения. Это хотя бы был новатор, вот в этой вот сфере журналов. И, ну вот прям, ну вот я думаю, вы понимаете, это был новатор. Вот просто вот этот вот, я не помню, как его зовут, Андрей какой-то там или не Андрей, или еще кто-то. В общем, основатель этого журнала хотя бы сделал какую-то уникальную идею. Вот за это ему респект. Однако, исполнение вот этой идеи хромает, мягко говоря. Однако, что же сделал сам пьютуб, а в частности митинг, который этим сам пьютубом владеет? Он взял и нагло спиздил весь концепт данного журнала. Поэтому теперь на просторах ВКонтакте, на просторах нашей дорогой самповской сферы, мы имеем два абсолютно идентичных журнала, как Твой Блогер, Твой вот этот вот ютубер и Самп Ютуб. На Самп Ютубе, кстати, название никогда не менялось, а вот на Твоем Блогере, на Твоем Ютубере название менялось. Сначала журнал назывался Твой Ютубер, а теперь он называется Твой Блогер. Если что, можете зайти вот во все эти помойки. Я не знаю, долго ли вы выдержите вот это вот чтение, вот всего этого. Потому что, вы знаете, я абсолютно не знаю, зачем быть подписанным на вот эти вот все журналы. Потому что посты там выходят редко, выходят они плохого качества. От того-то отписалось столько-то человек, на того подписалось столько-то человек. И все вот оно происходит вот как-то, ну вот, наподобие того. И зачем читать вот это вот говно, я абсолютно не знаю. То есть, блядь, ну интересно. То есть, самому-то, блядь, нельзя зайти на какой-то там, я не знаю, Социал Блэйд, еще на какие-то аналитические сайты по подписчикам, посмотреть, хм, от кого сколько сегодня отписалось, на кого сколько подписалось. Нельзя же зайти на страницу к тому или к другому человеку и посмотреть, у кого сегодня день рождения, а у кого сегодня смерть, там, допустим, я не знаю, что-то наподобие того. И зачем-то вот нужны вот эти вот два одинаковых журнала, на которых посты выходят дико редко, и я не знаю, зачем его держать в своих подписках, если кто-то из вас подписан на это говно, и кто-то из вас его регулярно читает, скажите, блять, что вы там такого нашли, потому что ни каких-то красиво оформленных лендингов, ни информационных каких-то нормальных статей, нихуя там нет. То есть, зачем его читать, я до сих пор вот, то есть, я бьюсь в догадках, зачем нужно читать вот эти вот два журнала, либо какой-то один из них. Вообще без разницы, что вы будете читать, либо твой блогер, либо, блять, сам YouTube. Руфл только в том, что в каком-то из этих двух журналов новости выходят раньше, и в этом как бы все отличие. В общем, я думаю, что на этом можно и закончить. наш дорогой выпуск чего-либо. Там я хотел сказать самп новостей, но, к сожалению, это не самп новости, это просто разговорные ролики, в которых я вам что-либо дорассказываю. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok